Всем-всем добрый день! Сегодня мы представим вам маленький обзор антенного КСВ-метра анализатора модель FD-AAZ-0912A Это разработка радиолюбителей I2TZK K7SFN и VU2FD Устройство достаточно компактное сделано в таком корпусе в данный момент оно сейчас продается как кит-набор к вам приходит в посылке корпус, плата набор компонентов, которые необходимо впаять все красивенько сложено все в кулечке разложено достаточно понятно для сборки естественно, если вы взяли за такую работу у вас должны быть навыки монтажника, радиолюбителя вы должны понимать основы пайки как работать с электронными компонентами пассивными и активными как производить монтаж как производить пайку если у вас это все есть, у вас все получается то после сборки получится вот такое вот устройство к нему еще есть крышечка в конечном итоге ставится по болтикам крепится на болты по бокам и получается вот такого вида законченное устройство этот анализатор антенный анализатор КСВ можно подключить как к персональному компьютеру через USB порт так и используя Bluetooth модуль подключить к планшетному компьютеру либо к смартфону в данный момент мы сейчас сделаем небольшой обзор используя этот анализатор машину установленную на машине антенну CB диапазона это 27 МГц и компьютера с установленным программным обеспечением в собранном виде устройство выглядит вот так вот крышка фиксируется четырьмя винтами ну что перейдем к полевым испытаниям нашим подключение крайне простое не требует никаких внешних питаний питание идет по USB порту это раз второй провод соответственно включаем USB порт компьютера и подключаем контейнер далее у нас в дело вступает программное обеспечение запускаем программу софт достаточно простой интуитивно понятен при первом включении вам необходимо выполнить калибровку устройства но у нас уже это выполнено поэтому мы не будем делать есть достаточно глубокие широкие настройки по самой программе это значение то что вы хотите видеть цветовая гамма изменения цветовой гаммы ну и тому подобное программа имеет три поля это первое поле основное где весь диапазон рабочий работы прибора это от одного мегагерца до 35 мегагерц есть поле оно то же самое но позволяет сделать три изменения и иметь три кривых разного цвета удобно когда вы что-то проверяете либо делаете какие-то изменения то есть нарисовали одну кривую подстроили нарисовали вторую кривую подстроили нарисовали третью кривую все это видно все это отображается вы можете видеть разницу есть режим генератора вы его включаете и у вас ксв отображается в таком виде ну что попробуем что-нибудь проверить в данный момент это у нас антенна cb диапазона с центральной частотой 27 мегагерц 27 200 если быть точнее запускаем программу пошла шкала весь диапазон вырисовывают с этой стороны можно видеть значение ксв здесь сразу же забиты любительские диапазоны которые можно автоматически включить не настраивая частоту на графике они выделены светлыми полосками и того наша антенна cb диапазона которую мы проверяем в начале вот такая вот есть шумовая палитра или как бы сказать помеха она к сожалению присутствует на всех антеннах на всех измеряемых антеннах и но в том числе на нагрузке было проверено тремя нагрузками на всех трех нагрузках вот это вот есть возможно это дефект либо софта либо это дефект либо недоработка либо баг самого устройства но к сожалению в нашем экземпляре в нашем случае это присутствует по диапазону проходимся и мы можем видеть где стоит наша антенна вот такой вот пик значит центральная частота у антенны это 27.10 кс в этом участке 1.25 далее идем есть еще какой-то пик небольшой не согласован 27.520 и далее это уже кс в превышает это не работоспособная антенна то есть по графику в принципе можно судить что все-таки антенну нужно подстраивать кс в достаточно высокая в принципе его для работы достаточно ничего страшного но требует еще настройки что можно увидеть в мультискан это все то же самое но мы выделяем какую-то графу допустим это будет розовый он рисует розовым цветом здесь же слева можно видеть разные режимы это маркер таблица записи и шумопонижения ночь фильтр нарисовали один график сейчас допустим можно взять зеленый но они будут практически идентичны но для примера для образа как это все работает вот на этой шумовой границе вот на этом участке который когда прибор выдает какие-то помехи вот видно разницу между цветами между графиками ну естественно в этом случае график идеальный а не идентичный закладка генератор он же обыкновенный кс в метр и здесь мы можем менять частоту перескакивать и сразу же видеть как у нас будет меняться кс допустим это 26 начало сетки c себе диапазона 26 90 или почти начало кс в 1 21 и конец диапазона сетки c это 27 400 если не ошибаюсь 1 36 в принципе достаточно неплохо антенна перекрывает одну сетку достаточно хорошо внизу видна графическая шкала для удобства воспринятия вот такое вот устройство интересное получилось достаточно удобно позволяет прогнать весь диапазон коротковолновой антенны жаль она показывает только кс в нет ни резонанса нет ни активного реактивного сопротивления реактивного нет вот достаточно удобно стоимость сколько 50 с чем то баксов порядка без доставки стоимость порядка 50 долларов за 50 долларов получаете кит набор который нужно спаять не забывайте вот и которому нужен компьютер обязательно либо это будет кпк какой то либо что то еще смартфон дополнительного модуля дополнительный модуль должен быть еще блютуз дополнительный модуль стоимость его порядка 10 долларов обзор с блютуз модулем постараемся сделать попозже сейчас он как раз в пути едет вот такое вот изделие для вас обзор подготовили УТ-4 УСГ он же Вадим и УТ-4 УФА Сергей всем спасибо за просмотр удачи и 73 удачи 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 удачи